Собор святого равноапостольного князя Владимира на юго-западе Ставрополя. В день крещения Руси здесь по традиции праздничное богослужение. Разделить светлые чувства пришли десятки людей. Помолиться. На крещение пришли. Мы грезные родители. А вы прям сегодня крестите малыша в этот день? Да. Вы специально так планировали или совпадение? Нет, специально. Сегодня день рождения храма святого равноапостольного князя Владимира. Такое торжество. Ну как не разделить это с церковью? Крещение Руси – один из ключевых праздников для православной церкви и отмечается на федеральном уровне. В 988 году князь Владимир Красное Солнышко провозгласил христианство в качестве государственной религии. И с тех пор жизнь народа изменилась, а также его культура и система ценностей. Не случайно в соборе святого равноапостольного князя Владимира кроме гражданских на службе были и военные. Ведь именно этот собор объявлен главным храмом общевойсковой армии Южного военного округа. И офицеры, прапорщики, солдаты их семьи приходят в этот храм помолиться не только в дни православных праздников, но и в обычные дни. Наша профессия связана с большим риском для жизни. Без веры в Бога очень тяжело выполнять какие-то серьезные боевые задачи. Поэтому военнослужащие верят, приходят сюда, молятся за своих семей, молятся за себя, молятся за своих боевых товарищей. Божественную литургию возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Он поздравил прихожан с праздником и призвал всех в это непростое время чаще обращаться к Богу. Позвольте всех вас еще раз сердечно поздравить с сегодняшним праздником памяти великого князя Владимира, с Днем Крещения Руси. Каждый день прибавляются от члены христианской церкви, нашей русской великой церкви, которую в 988 году в отдых Днепра крестил святой князь Владимир. Завершилось богослужение крестным ходом, а после для прихожан выступил военный оркестр. Поставили свечку за светлое будущее нашей страны. Екатерина Сегеда и Павел Селиверстов. Ставропольское телевидение.